Прошу прощения, в некоторых СМИ появилась информация о вашем задержании. Насколько это является действительностью? По всей строгости закона, к высшей мере наказания. Приветствую всех зрителей и подписчиков. Это канал Максимум. Самый актуальный и горячий темы. Срочные скандалы новостей, которые обсуждает весь Казахстан. Сегодня, 19 января, смотрите в этом выпуске. Грандиозный коррупционный скандал разворачивается в Казахстане. Потрясающий своим цинизмом. Деньги украли на строительстве коронавирусной больницы. А в столице в это время акции протеста против нового закона о домашнем насилии. Заявляется, что этот закон противоречит традиционным семейным ценностям. После таких новостей, искать ответ на вопрос, почему молодежь собирается навсегда уезжать из Казахстана, уже даже и не нужно. Да и не хочется. Но сделаем это. В общем, обо всем этом подробнее прямо сейчас на канале Максимум. Итак, новый, грандиозный по своим масштабам и цинизму коррупционный скандал в Казахстане. Вы только вдумайтесь, из 5,5 миллиардов тенге, выделенных на строительство коронавирусной больницы, почти 4 миллиарда оказались в карманах чиновников. Знаете, при всей нелюбви в Казахстане Китая, но есть одно, что хотелось бы позаимствовать оттуда на все 100%. Так это отношения к коррупции в высших эшелонах власти. А именно расплату за нее. По всей строгости закона, к высшей мере наказания. И тогда уже никаких рассуждений и возможностей УДО для коррупционеров, и уж тем более мораториев на смертную казнь. Просто к стенке. Я уже говорил ранее, что именно такие преступления в сфере медицины и особенно сейчас в разгар пандемии, это не иначе, как госизмена, граничащая или вовсе сопоставимая с геноцидом собственного населения. Никаких снисхождений. Алматинский коронавирусный госпиталь снова в центре скандала. На этот раз речь идет о крупных хищениях. Ранним утром местные СМИ распространили громкую новость. При строительстве больницы украли большую часть денег. Из выделенных 5,5 миллиардов тенге, это свыше 13 миллионов долларов, почти 4 миллиарда утекли в карманы чиновников. В антикоррупционном ведомстве даже назвали имена подозреваемых. Ими оказались высокопоставленный чиновник алматинского акимата и директор местной строительной компании. Руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев и директор компании B-Industrial подозреваются в хищении 3,9 миллиарда тенге из бюджета, выделенных на строительство модульной инфекционной больницы для приема пациентов с коронавирусом. Начато расследование по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». Изначально антикоррупционщики заявили о задержании подозреваемых. Однако в Акимате Алматы эту информацию опровергли. Там рассказали, что руководитель управления находится на своем рабочем месте. Даже записали видео с его участием и распространили в соцсетях. Здравствуйте, Сапар Сеюханович. Прошу прощения, в некоторых СМИ появилась информация о вашем задержании. Насколько это является действительностью? Нет, но, как вы видите, я нахожусь на рабочем месте. Сегодня утром прошло аппаратное совещание с участием Акима. Были даны ряд поручений. Мы работаем без каких-либо отклонений. Я нахожусь на рабочем месте. Такую же позицию заняли и в строительной компании. Там заявили, что директора одного из их подразделений не задерживали. Что касается строительства госпиталя, все выполнено в срок, документы переданы заказчику, то есть муниципалитету Алматы. Информация, распространяемая в СМИ и социальных сетях касательно задержания главы управления комфортной городской среды города Алматы и директора одного из подразделений Бигрупп, не соответствует действительности. Холдинг не получал уведомлений по вопросу досудебного расследования. Быстро возводимый ковидный госпиталь в Алматы открыли весной прошлого года. Аналогичные больницы также возвели в Шимкенте и Нурсултане. На этот проект власти потратили почти 15 миллиардов бюджетных тенге. Уже осенью с алматинским госпиталем возникли проблемы. Он не выдержал первых холодов. Всех пациентов оттуда пришлось перевезти в другое медучреждение. После таких новостей искать ответ на вопрос, почему молодежь собирается навсегда уезжать из Казахстана, уже давно и не нужно, да и не хочется. Но сделаем это. Латан там собирается и выполняет обещанное. Но так и делают все это демонстративно. Студенты и школьники выкладывают ролики и называют причины, почему не хотят связывать свое будущее со страной. Среди них коррупция, связи, плохое качество образования и медицинских услуг. Конечно, среди всего этого есть и определенный хайп. Признаемся честно, на такое активно ведутся. Но эксперты видят в этом тревожный сигнал. Разбираемся вместе, о чем именно идет речь. Видеоролики с заголовками, почему я хочу уехать или свалить из Казахстана в социальной сети TikTok, набирай тысячи лайков. И таких записей немало. Авторы подростки называют несколько причин для эмиграции. Среди них коррупция, связи, низкая зарплата, образование и слабая экономика. Специалисты видят в этом тревожные звонки. Это означает, тему недовольства жизнью в Казахстане постоянно обсуждают вокруг, в том числе и в семье. Подростки таким образом показывают настроение не только в своей среде, но и в обществе. Если у них возникли эти мысли, то значит это все транслируется снаружи. И я думаю, что возможно их родители тоже так думают, но не имеют сами возможности такое уехать. А вот именно подростки, они имеют этот потенциал. То есть как минимум учиться уехать они могут. А если учиться, то дальше уже можно встроиться. Специалисты считают, что власти должны реагировать на такие сигналы со стороны общества. Но не на сами ролики в виде запретов или блокировки, а решать проблемы, которые приводят к желанию уехать. И в первую очередь нужно взяться за систему образования, говорит специалист по массовым коммуникациям Нуркен Халыкберген. Мы все знаем пример Финляндии, что это самая инновационная и конкурентоспособная экономика в мире. То же самое можно сказать про Южную Корею, то же самое можно сказать про Сингапур и Израиль. И разговаривая с политиками из данных стран, переписываясь с ними, я каждый раз задаю вопрос, какой главный секрет вашей конкурентоспособности, какой самый главный секрет вашей инновационности, то, что вы занимаете первым местом. И они всегда говорят, наш объем инвестиций в образование. Именно образование позволяет развивать страну. Только изменив реальность, можно отбить желание у граждан, в том числе и подростков, покинуть Казахстан, уверены эксперты. Иначе ситуация с оттоком может ухудшиться. А это не только потеря рабочей силы, но и мозгов. По данным журнала ЛС, за 9 месяцев прошлого года из Казахстана уехали 21 тысяча человек, а прибыло чуть больше 9 тысяч. И в продолжении желание покинуть страну. Такое впечатление, что власти активно это стимулируют. Смотрите. Накануне около сотни человек вышли на акцию протеста перед Домом министерств против законопроекта о домашнем насилии. Пришедшие к чиновникам люди, ни больше ни меньше, требовали разъяснить им положение нового законопроекта, а депутатов выйти к ним. Протестующие также хотели пройти к парламенту, но Путин преградил СОБР, с бойцами которого у женщин возникла конфронтация. Возмущенных женщин, пришедших с протестом сначала к Минтруда, а потом к Минюсту, волнует законопроект о домашнем насилии, который осенью в первом чтении принял Можилис. Они считают, что в документе много требований, которые далеки от реалии жизни. Квартирант па беженымыз ар жерде. Біз осы, квартирант па беженым адам, қалай біз экономикалық, зомбылық қаушыратпаймыз баламызды. Солар үшін жүріміз, бағамыз, қағамыз. Үштер жұмы шасап, күндіз-күндік, түндек, пол жұ біреудің. Сол бізге керек па? Біз баламызды өлмей біреуге бермейміз. Саусақтарының үшін тегіз алмай. Біз өлсек, амал жоқ. А өлмей ешеме бір баламның бірдеуіне саусақтарының үшін егізбейміз. Ол балаға, егер менің жағдайым болмай, ол балаға мен еле планшет, еле ноутбук бірденге сатып алып бер алмасам, Біз өлмейі өлмей біреуге бермін үшін егіз өліміз. Баға өліміз өліміз. Балаға өліміз өліміз. Баға өліміз. Баға өліміз. Өміне баламызды. Протестующие женщины настаивали на том, что авторы законопроекта и депутаты, одобривши его, должны разъяснить документ народу. Они требовали, чтобы к ним вышли депутаты и министры. Біз өліп өліміз! Біз өліп өліміз! Из двух министерств к женщинам так никто и не вышел. Они продолжили акцию протеста на улице, а потом попытались пройти к парламенту. Путин преградил СОБР. В какой-то момент между женщинами и бойцами спецназа возникла перепалка. Некоторые правозащитники согласны, что в новом законопроекте есть недоработки. В этой связи они отмечают два вида жестокого обращения – экономическое и психологическое насилие. К этим положениям у экспертов возникают вопросы. Как можно говорить об экономическом насилии, если сегодня у нас, тем более сегодня в условиях вот этой пандемии, у нас многие остались без работы, на 42 500 кто-то существовал, как можно вводить какие-то критерии обеспечения теми или иными материальными условиями. Психологическое насилие – это вообще нонсенс, потому что он переворачивает привычные для нас систему устройства взаимоотношения в семье. Законопроект был одобрен Мажелисом в сентябре. Он еще не рассмотрен Сенатом и не вступил в силу как закон. Приехавший поговорить с женщинами депутат Мажелиса Бакатбек-Смагул уверял, что документ не будет принят в текущем виде. Депутат Мажелиса Ирина Смирнова, разрабатывавшая законопроект, придерживается такого мнения. Абсолютно нормальное намерение о том, чтобы снизить количество семейно-бытовых насилий и вообще возможность такого насилия в отношении тех, кто является жертвой. Все, другого намерения никакого нет абсолютно. Искать там какую-то третью силу или еще что-то, ну совершенно ни к чему. Если есть вопросы, нужно вместе их отрабатывать. Ранее в разных регионах Казахстана противники законопроекта начали сбор подписей. Активисты считают, что он противоречит традиционным семейным ценностям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова